Инициаторами проведения Дня индийской культуры в Ленинском мемориале выступили студенты из Индии, которые учатся в опорном вузе Ульяновской области. Их любовь к своей стране настолько велика, что они готовы говорить о ней и показывать ее культуру бесконечно. На сегодняшний день в нашем университете около 300 студентов из Индии. В основном учатся на факультете медицинском, изучают медицину, фармацию, педиатрию. Это самые активные, самые послушные студенты-иностранцы. Очень веселые, очень организованные, интересные ребята. Знакомство гостей вечера с этой удивительной страной началось с фотовыставки «Планета, Земля, Индия». На ней были представлены самые красивые места страны чудес. У нас сегодня здесь идет День индийской культуры. Здесь мы отмечаем День индийской культуры. У нас здесь будет концерт, танцевый, как раз мастер-класс. Мастер-класс называется у нас, есть мастер-класс Мэнди, сары одевается, йога-класс будет еще и танцевать будет. Особой популярностью пользовался мастер-класс по росписи Хной. Девушки, женщины и дети выстраивались в очередь. Кружевные рисунки Хной по телу Мэхэнди в Индии являются традиционным украшением всех женщин. Мэхэнди – это не только красиво, как объяснили студенты, но и полезно для здоровья. Настоящий ажиотаж вызвал мастер-класс по одеванию сари – традиционные одежды всех индианок. Студентки искусно наряжали наших женщин в сари из тончайшего хлопка. В их умелых руках за несколько минут ульяновские девушки преображались и становились похожими на индийских красавиц. Немножко необычно. Ну, ничего, нормально. Надо все попробовать в жизни. И индианкой побыть. Родина любимого для многих ульяновцев йоги – Индия. И организаторы вечера напомнили об этом, показав несколько асанов физических упражнений. Вечер завершился потрясающим концертом индийской культуры. Интересно, что среди выступающих не было профессионалов-артистов. Но, тем не менее, они с удовольствием пели на родном языке, танцевали, показывали фантомины. Мероприятие получилось ярким и незабываемым. Ирина Антонова, Новости Ульяновской правды.